Братик-сестричка и так любят друг друга. А еще они любят новогодние пранки. Смотри в нашем новом видео веселые пранки брата и сестры на праздники. У нас в гостях подружка, угощайся печеньем. Ммм, надо же, какое острое. Готовое тесто для печенья раскатываем. И посыпаем острым карри. И чесночным порошком. Перемешиваем тесто. С помощью формочки вырезаем печенье. Выпекаем 10 минут в духовке. Готовое печенье покрываем золотистым кандурином. Как остро. Брат думает, что это дело рук сестры. А сестренка уверена, что это пранк брата. Снова начинается война. Не стоит, это пранк подружки. Попались. Перед лицом опыта врага мы объединились. Отличная работа. Кто-то приготовил себе праздничный лакшери-ужин. И совсем не подумал про брата. Что это такое вкусненькое? Не твое дело. Ну и грубость. Я тоже могу приготовить деликатес. Салат в хлопушке. От воздушного шарика обрезаем верхушку. Завязываем хвостик. Натягиваем шарик на укороченную втулку от фольги. Закрепляем скотчем. Из втулки большего диаметра и картонного круга склеиваем крышку для хлопушки. Обклеиваем хлопушку декоративной бумагой. Наполняем хлопушку салатом. Сейчас сестренка получит витаминный заряд. Целься, пли! Отличная маска для лица и салата. Сестренка, радуйся. У меня для тебя подарок. О, мне как приятно. Это что, цепи? Да уж, это праздничная упаковка с защитой 80-го уровня. Я старался. Теперь открывай скорее. Ключи не работают. Силой тоже не получается. Да что же там? Не может быть! Айпад! Я за мачете! Наивная сестренка. Вот же ключи. Но придется их достать из воды. Фокус со стаканом меня никогда не подводил. Переворачиваем. И убираем подложку. Попробуй достать ключи из этого аквариума. Ты серьезно? Ну ладно. Я тоже знаю фокус. Оп! И вся вода в миске. А ты чего испугался? Наконец-то мой подарочек. Я так долго к тебе шла. Мой айпадик. Ну же скорее. Что? Это кактус? Но как же так? Спасибо, братишка. Ты готова, сестренка? Я всегда готова, братишка. На кону шоколадные станты с сюрпризом. Проверим фортуну. Начинаем нашу русскую рулетку. Фигурку шоколадного Санта Клауса вынимаем из фольги. Вместо шоколада кладем в нее морковь подходящей формы. Открытый кетчуп чили набираем шприц. И наполняем шоколадного Санту. Аккуратно заворачиваем обертку. Твой ход, братишка. Легко. Вот и мой Санта. Он такой острый. Ничего страшного. Я сделаю из него сэндвич. Но не проиграю. А теперь твоя очередь. О да, посмотрим. Морковка. Всего-то я легко отделалась. Настало время сделать из Санту салат. Игра продолжается. О, это было остро. Братишка выигрывает. Его последний Санта сделан из чистейшего сорта. Превосходного шоколада. Везунчик. Братишка вечно ворует мои мандаринки. Придется его проучить. Кожуру мандарины аккуратно разрезаем и снимаем половинку. От головки чеснока отделяем один зубчик. Чистим и красим оранжевым пищевым красителем. Вкладываем чеснок в мандарину вместо одной дольки. Накрываем кожурой. Вот она, моя мандариновая ловушка. Конечно, братик, угощайся. Это все для тебя. Ха-ха, попался. Но братик героически съедает чесночную мандарину. Репутация превыше всего. А вот и подарок для любимого братика. Открывай скорее мою волшебную коробочку. Лист картона расчерчиваем на квадраты высотой 10 сантиметров. Угловой квадрат отрезаем. И загибаем по линиям, чтобы получилась форма коробки. Обклеиваем оберточной бумагой. В боковых стенках делаем маленькие надрезы. И с лицевой стороны вставляем в них резинку. Фиксируем край резинки термоклеем. Соединяем противоположную сторону резинкой. Собираем коробочку. Украшаем стеки рождественскими изображениями. Сверху приклеиваем игрушку. Переворачиваем коробочку, чтобы игрушка оказалась внутри. Насыпаем внутрь конфетти. Складываем коробочку. И накрываем крышкой. Перевязываем коробочку бантиком. Сюрприз! И что? Вау, коробочка сама попрыгнула. И столько конфетти здорово, мне нравится. Серьезно? Я ожидала другой реакции. Братик обожает какао с маршмеллоу. Вот и отлично. Только в этом году я немного раскрашу зефирки. А то они слишком бледные. Парочка красных маршмеллоу в цвет праздника. А вот и братишка. Угощайся какао. Я сделала его специально для тебя. Неужели какао без подвоха? Ну ладно. И побольше маршмеллоу. Братишка уплетает зефирки за обе щеки. А теперь традиционное последнее селфи уходящего года. Эй, минутку, а что у меня с зубами? Я вампир? Эй, сестренка! Рози приготовила для Бена песочный пранк. Сюрприз ждет его, как только братик откроет дверь. Бен готовится захватить комнату сестры. Не выйдет, братишка. У меня здесь песочная сигнализация. Счет 1-0 в пользу сестры. Рози всегда оставляет разбросанной свою косметику. Зря она это делает. Обваляю ее спонж в анчоусах. Ммм, какой аромат. Косметика из мертвого моря. Что за невыносимый запах? Пахнет старой русалкой. Неужели от меня? Хотя нет, это амбре от моего спонжа. Бен опять решил испортить мне свидание. Приготовлю для сестрички ледяной сюрприз. В прозрачный чехол вкладываем распечатанное изображение телефона. В чехол помещаем кусок утеплителя. В подходящий контейнер кладем чехол. И заливаем сверху водой. Помещаем в морозилку. Что это звонит? Холодильник? Не может быть. О нет, мой телефон в режиме глубокой заморозки. Попробую его освободить. Скалка – лучшее оружие для этого ледникового периода. Наконец-то, вот он. Упс, это телефон мамы. Пожалуй, оставлю его здесь. Рози собралась на свидание. А я добавил перчинки в этот вечер. В блеск для губ вставляем маленькую лейку. Насыпаем внутрь красный перец. Открашу губки перед приходом парня. А вот и он. Как же печет. Что это? Невыносимо. Свидание испорчено. Опять ты подставил меня, Бен. Горячий чай и вкусные печенья. Отличный перекус для Бена. Мамочки, это слишком горячо. Помогите. Бенни, я уже здесь. И у меня есть лед. Отвариваем сосиски в кипящей воде. Жидкость от сосисок переливаем к формочке для льда. Ставим в морозилку. Фу, что за вкус? Лед с ароматом сосисок? Ну, Рози, я тебе покажу. Бен позаботился о зубах сестренки. Это зубная паста с экстрактом вассаби. Тюбик зубной пасты надрезаем. Вынимаем содержимое. И наполняем тюбик вассаби. Оборачиваем разрез пергаментной бумагой. И запаиваем утюжком для волос. Рози ничего не подозревает. До сих пор, пока зубная паста не начинает сжечь десны. О, какой острый эффект. Эй, Бен, дай, пожалуйста, чашку. Подожди, хочешь увидеть фокус с монеткой? Смотри очень внимательно. Берем монетку, ставим ее на лоб. И опрокидываем в корзину из бумаги на поясе. Сможешь повторить? Конечно, что тут сложного. Я забыл про самое важное, воду в корзине. Вот теперь фокус получился. У Рози на штанах разлился Ниагарский водопад. Бэм! Кто это пришел в такую рань? О, девушка на пороге. А я в таком виде. Что же надеть? Вот подходящий халатик. Привет! Рукава халата выворачиваем. И приклеиваем внутрь полоски двустороннего скотча. Приклеиваем на скотч лапшу быстрого приготовления. И выворачиваем халат на лицевую сторону. Лапша в рукавах? Это обеденный халат. Ну, сестренка, ты пожалеешь об этом. Рози собралась в душ. Самое время для пранка. Добавлю-ка я красок в ее скучную жизнь. И в ее розовую мочалку. Меня ждет горячий душ. О нет, что за синий цвет? Я превращаюсь в смурфика. Бен, как ты мог? Я устрою тебе яркую жизнь, братишка. Рози собралась на свидание. Устрою ей поздравительный залп из хлопушки. Ах, просчитался Бенни. Вместо меня ты напугал нашего папочку. Ну, теперь тебе влетит, братишка. Не завидую. У Рози появился новый парень. А я придумал для него отличный контент. Покажу, насколько страстной может быть моя сестренка. Она готова целовать унитаз, на котором сидел ее любимый. На мягкой губке для уборки обводим шаблон губ. Приклеиваем его на подходящую ручку. Поцелуй Рози украшает ободок унитаза. Теперь осталось подождать, пока Рози накрасит губы своим блеском. Ага, вот ты и попалась. Рози настолько влюбилась, что даже целует унитаз, на котором сидел ее парень. А у меня есть видео доказательства. Попалась! Я приготовлю для сестренки десерт с желе из наушников. Неработающие наушники обрезаем. Фруктовое желе разводим по рецепту. Переливаем в формочку и помещаем внутрь наушники. Оставляем застывать. Где мои наушники? Куда они подевались? Может, лежат в кровати? Ты не брал мои наушники? Может, они и на кухне? Так, и тут их нет. Стоп, а это еще что такое? Мои наушники застряли в пудинге? Спорим, я знаю, как они там оказались. Отличная начинка, Бен. Минуточку, это же не мои наушники. Отличный пранк, Бенни. Если убирать, то только с музыкой. О, да! Почищу хорошенько кровать. И про шкаф не забыть. Братишка решил прибраться и устроил концерт. Сейчас я помогу тебе с уборкой, Бен. Ой, не отвлекайся. Ух, уборка закончена. Что это? Крошки? О, нет. Я забыл включить пылесос. Эх, теперь придется все начинать заново. Братик, что случилось? Ты разве не закончил уборку? Ну, забыл включить пылесос. Бедняжка. Братишка, ты спишь? Вот и отлично. Я одолжу твои джинсы ненадолго. На крае штанины старых джинсов приклеиваем отрезанную штанину от другой пары. Джинсы значительно удлинились. Готов? Теперь можно будить. Бен! Просыпайся скорее. Ты уже опоздал. Бегом! Я сейчас столько джинсов надену. Я быстро. Почти надел. Ничего не выходит. Давайте джинсы, натягивайтесь. Ну нет, это невозможно. Я сдаюсь. Пойду так. Это Розе постаралась. Ну, подожди. Я ужасно опаздываю. Где мой рюкзак? Прекрасная идея. А я знаю, что в этот рюкзак положить. Блинчик от штанги. Ух, тяжелый. Прокачай бицепс, сестренка. Бен, я убегаю. Рюкзак! Упс, кажется, я немного переборщил. Бен, я тебя убью. Привет, отлично выглядишь. Как дела? Просто замечательно, Бен. А у тебя? А что ты делаешь сегодня вечером? Я совершенно свободна. Сейчас вернусь и возьму себе кофе. Беги, Бен, беги. Я помогу тебе флиртовать. Стачиваем грифель карандаша канцелярским ножом. Кисточкой наносим грифельную пыль на клавиатуру лэптопа. Вот и я. Итак, может, сходим в кино после работы? Ой, не получится, я очень занята. Очень. Что? Как так? Ну ладно. А что с моей рукой? Рози! Нужно ехать прямо. Нет, свернуть направо. О, спроси у того красавчика. Эй, привет, не подскажете, как проехать? Ааа, мои волосы! Опусти стекло, Бен, немедленно! Ха, это тебе за все твои пранки. Попрощайся с косой. Мои косички! А что? Тебе идет. Тебе не жить. Бен, я уезжаю на неделю. Список дел я повесила на холодильник. Но главное, поливай мой любимый цветочек. Ты меня слушаешь? Через день поливай. Не забудь. Хорошо. Хорошо. Ты все запомнил? Запомнил. Я уехала, пока. Езжай уже. Цветочек полил. Зелененький, как твои дела? Буду поливать тебя каждый день. Почему ты не растешь? Да ты не настоящий! Ну, сестренка. Держись. Немного блеска на губы. Так, а где моя тушь? Ой, я же про утюг забыла. Иди, иди, сестренка, не торопись. А я пока займусь твоей косметикой. Все заберу, ничего не оставлю. В большую банку складываем косметику и аксессуары. На внутреннюю сторону крышки наносим термоклей. Плотно фиксируем крышку на банке. Так. Ну и где моя косметика? Все исчезло. Бен, ну сколько можно? Попробуй достать свою косметику, сестренка. Бен, что за... Ну и как мне достать свою косметику? Эти крышки словно приклеены. Открывайся. Давай. Я не сдамся так просто. Сейчас ножик поможет. Или нет? В ход идет тяжелая артиллерия. Гаечный ключ. Нет? Ну ладно. Дрель еще никого не подводила. Давай, моя хорошая. Разберись с этой крышкой. О нет, ничего не вышло. Я разнесу эти банки вдребезги. Братец, вот твой кошелек. Не забудь. Удачи на свидании. Склеиваем несколько кредитных карт двусторонним скотчем. Вкладываем в кошелек. Канцелярскими резинками перематываем кошелек вдоль и поперек. Спасибо, ужин был чудесный. Официант, несите счет. Нет, нет, я заплачу. А что с моим кошельком? Откуда здесь все эти резинки? Сейчас, одну минуту. Как это все убрать? Просто невероятно. Сейчас я расплачусь. Подожди секунду. Ну, наконец. Ой, а где все деньги? Мои карты. Карты склеились. Это просто кошмар. Последняя тарелка. И за десерт я расплатился. Какой позор. Да, это свидание я запомню надолго. Как много коробок. И все такие тяжелые. Упс, я не удержу. Ха, попалась на пранк, Рози. Коробки склеены. Бен, это гениально. Идем покажем твой пранк миру. Ой, простите. Мои коробки. Ха-ха-ха. Это не смешно, парень. Целый день Рози ждет звонка от своего нового парня. Уже звонит? Нет? А сейчас? Пойду проверю связь. Бен приготовил новый чехол для сестры. Теперь она будет искать свой телефон целый день. Этот телефон сливается с ковром. Отлично. О нет, а где мой телефон? Вдруг я пропущу важный звонок. Здесь нет. И здесь. Я слышу звонок. Может, в соседней комнате? А вот и он. Звонящий ковер. Прекрасная маскировка для телефона. Бен. Бен приготовил кое-что зуботрясающее. Тюбик с зубной пастой разрезаем. Вынимаем все содержимое. Чистим тюбик изнутри. Оборачиваем край пергаментной бумагой. И запаиваем утюжком для волос. Теперь в пустой тюбик от пасты мы запустим славных живых червячков. Вперед! Это ваш новый домик. Розе уже пришла чистить зубы. Ужас! Розе еще пару дней не будет чистить зубы. Эй, ребята, можно драться потише? Эй, соседи, слишком громко. Можно смеяться потише? Наш сосед уже надоел. Пришло время проучить его. Как насчет пранка с носом, Бенни? Много жвачек растапливаем в микроволновке. Разминаем и окрашиваем пищевым красителем в цвет кожи. Лепим форму носа. Отличный нос. Начинаем представление. Розе съела его. Получился превосходный пранк. Сосед Алекс чуть не получил сердечный удар. Эй, Розе, смотри. Мой новый кола-челлендж. Сейчас будет взрыв. На бутылку Кока-Колы натягиваем канцелярские резинки. Надеваем побольше резинок на бутылку. Вот так, отлично. Теперь нужно немного подождать. И еще подождать. Но почему ничего не происходит? Может, надеть этикетку? И что? Ничего. Какой скучный челлендж. Разбудишь меня, когда что-то начнет происходить. Давай, Розе, просыпайся. Ну? Это все еще просто бутылка. Мне надоело, Бен. Ладно, я буду ждать всплеска один. Только сначала выпью колы. А вот и он. Мой челлендж получился. Жаль, никто этого не видел. А где вся еда? Розе, кто-то ограбил наш холодильник. Я на диете, Бен. Никаких вкусняшек перед выпускным, братишка. Только полезный салат. Розе мечтает о лишних калориях. Вот бы вгрызться в пирог, как ее брат. Розе, прием. Ешь свой салат и не мечтай. У Розе уже начались голодные галлюцинации. Ммм, какой сочный бургер. Что со мной? Розе видит еду в каждом. Даже в своем брате. Но все мучения не прошли зря. Перед выпускным Розе выглядит восхитительно. Я молодец. А Бен решил воспользоваться голодом сестры. Раз ей все мерещатся сладости, порадую сестричку. Мастику окрашиваем пищевыми красителями. Лепим круглую основу для расчески с ручкой. Из желейных конфет нарезаем кусочки. Вставляем их в расческу вместо зубцов. Сладкая расческа вместо настоящей? Пожалуйста. А для настоящей королевы у меня есть сладкая диадема. На круглую банку крепим пергаментную бумагу. Маркером рисуем узор диадемы. Белый шоколад растапливаем. Перекладываем его в кондитерский мешок. И наводим рисунок диадемы шоколадом. Когда шоколад застынет, окрашиваем сверху серебристым пищевым красителем. И снимаем диадему с пергамента. Моя корона! Давай, сестренка, я сниму весь твой позор на камеру. Что это? Конфетки? О, да, какая вкусняшка. И корона из шоколада. Объеденье. Что? Бен, как ты мог? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok